1813 год. Русский реванш в Персии, ненадолго отсроченный вторжением Наполеона. Отряд генерала Котлерьевского наносит персам страшное поражение. Британия пока еще числится в самых близких союзницах. Разгар европейского похода против Наполеона. Но именно в бою с отрядом Котлерьевского гибнут первые одинокие британские игроки большой игры. Лейтенанты Линси и Кристи. Кугулистанскому миру в 1913 году Россия получает почти все нынешнее Закавказье и приближается к Индии на 250 миль. Ровно настолько же усиливается молодая британская русофобия. В глазах людей, отвечающих за безопасность Индии, Афганистан начинает разрастаться до невероятных размеров. Обнаруживается, что все сухопутные вторжения в Индию, море британцы по известным причинам не боялись, начиная с древних ариев, Александра Македонского, великих моголов, проходили через афганские перевалы Хайбер и Балан. Такая большая воронка с узким горлышком, через которую захватчики ворвутся для того, чтобы отобрать у британской короны ее индийскую жемчужину. Предыдущие вторжения в Индию начинались отсюда, и британцы опасались нового вторжения или появления с территории Афганистана провокаторов, которые будут призывать к низвержению британского колониального правления. И тогда же рядом с этой афганской воронкой обнаруживаются русские, коллеги, вот все эти герои жертвы большой игры. Их портреты сегодня в основном в кабинетах географии. Картографы, этнографы, исследователи, торговцы, авантюристы. По своей первой специальности это военспецы, разведчики и инструкторы. Солдаты империи. Солдаты империи. Воспетые великим бардом британского империализма Ридьярдом Кипрингом. Несите бремя белых, пожните все плоды, Бронь тех, кому взрастили выпышные сады, И злобу тех, которых так медленно, увы, С таким старанием, свету, из тьмы тащили. Сейчас мы, конечно, избегаем киплинского языка из-за его российской фразеологии. Но основная идея о том, что миссия развитых стран заключается в модернизации и цивилизации бедных стран, В действительности не столь уж нам чужда. Если перевести Киплинга на английский язык начала 21-го столетия, То бремя белого человека следует заменить на бремя развитого мира. И это язык, который часто используется либералами на Западе, Негосударственными организациями, людьми, выступающими за увеличение роли ООН и других международных институтов. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты и Европейский Союз взвалили бы на себя это бремя И вмешивались в такие конфликты, как, скажем, Суданский. Понятие цивилизационной миссии сохранилось, Несмотря на то, что язык Киплинга ушел в прошлое, И стремления современных либеральных империалистов в действительности Немногим отличаются от киплинского призыва столетней давности. Киплинг сам ярый игрок большой игры. Собирательный образ такого игрока Ким из его одноименного романа. Вот один из прототипов, собственно, Кима. Джон Кинейр. Какую бы дорогу агрессор не избрал, Они все ведут через Афганистан. И в первую очередь для русских. Джон Кинейр. 1813. Следующий – Уильям Муркрафт. Очень старательно занимался покупкой лошадей в Тибете. В доме местного сановника обнаружил двух собак, Чье европейское происхождение определил с первого взгляда, Поскольку одна собачка была терьером, а другая – мопсом. Узнав в нем европейца, собаки начали радостно лаять, А успокоившись, очень сносно выполнили военные команды. И Муркрафт осознал, что собаки принадлежали русским, И, мало того, военным. До самой своей трагической смерти в 1825 году Он засыпал свое руководство в Калькутте Предупреждениями о русской экспансии. Британцы опасались, что Россия двинет свои армии в Центральную Азию, А затем через Оксус в Афганистан и Индию. К этому примешивался страх, что если индийцы восстанут, Они будут воспринимать русских как освободителей. В официальных кругах в Британии и Индии Такие настроения были крайне распространены. Огромное впечатление на Муркрафта Произвела встреча с неким царским послом Мехди Рафаиловым. Этот бывший уличный торговец с кашмирскими тканями Персидско-еврейского происхождения был русским агентом. Рафаилов поразил Муркрафта умением привлекать Мусульманское население Кашгара и Кашмира к России. Там, где пройдут караваны с русскими товарами, считал Муркрафт, Наверняка следом могут пройти и казаки. Он предупреждал, что если англичане не смогут первыми прибрать к рукам Афганистан, То это наверняка сделают русские. Если бы Рафаилов прожил еще несколько лет, То он смог бы реализовать такие сценарии, От которых содрогнулись бы многие кабинеты Европы. Уильям Муркрафт Пять лет Муркрафт, рискуя жизнью, добирался до таинственной Бухары. Не успел он восхититься красотами Бухары, Как его постигло жесточайшее разочарование. Его встретила толпа детей, кричавших «Урус! Урус!» То есть Муркрафт опоздал. Уильям Муркрафт совершил кучу географических открытий. Лошадей он купить так и не сумел. Но главные его заслуги перед Британией Лежат в сфере геополитики. Это так и не услышанные тогда предупреждения Насчет намерений русских в Центральной Азии, Которые превратили его в идола молодых британских офицеров, Его преемников в большой игре. Самое главное оправдание Муркрафта То местоположение его одинокой могилы В окрестностях города Балхар. Муркрафт лежит недалеко от того места, Где спустя более полутора веков Советские войска и тяжелая техника Двигались через реку Оксус на юг, Направляясь в Афганистан. Он не мог бы рассчитывать на лучшую эпитафию. Питер Хопкир Питер Хопкир